Всем привет, дорогие друзья! С вами Дай21. И сегодня я делаю уже третий... Нет, уже даже четвертый летсплей по игре Амнезия. Призрак прошлого. И я, похоже, догадался, как же нам открыть те ворота. Как вы помните, вот этого невидимого монстра, который атакует только в воде. Как вы помните, в одной из комнат был рычаг. Так, спокойно. И нам нужно этот рычаг нажать и быстро. Пока он еще действует, добраться до ворот. Ой, быстрее! Так. И нифига себе, мне кажется, тут есть какие-то... Оно пошло туда. Ну, это сожрово. Так, отвлекись. О, масло. Ну ладно, фонарь нам пока что не нужен. На, сожри ящики. Так. Получается существо такое только в воде и, как видно, любит человеческие углы. Дальше не надо передвигаться, поэтому не думала, что нам будет двигаться с помощью вот этих вот ящиков. Нет, не уплывай. Что? Что-то я не совсем понял. Так, вот, теперь все нормально. Да что ты делаешь? Все было нормально. Так. Похоже, так здоровью еле живой. Так. У нас нет вообще ничего. Так, похоже, что мы сейчас сдохнем. Ладно, быстрее. Фух. Кажется, я эти ящики мне могу помочь. Вот что? Толкает ящики. Так, извини, я вынужден буду тебя отлечь. Черт. Черт. Ладно. Вон, на, подавись своей рукой. Тем не менее, мне нужно потом делать ящик. Иди сюда, потом на него встать. И покрутили вот этот вентиль. Крути, крути, крути! Крути быстрее. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Кажется, всё. Теперь бежим. Ё! Туннели архива. Двигался, оно пробило дверь. Чё это такое у нас тут? Поло-игла. Зачем нам игла? Мы что, что-то шить собираемся. Не странно, мне кажется, что сюда оно не пройдёт. Нет, прошло. Есть. А здесь у нас ничего нет. К большому сожалению. Так. Там вот и будь. Сейчас на тебя прыгну. Вот сюда. Так. Сейчас мы задействуем. Есть. Мы открыли дверь. Что-то большое задел его ногу, и он ощутил, как его увлекает течение вслед за чудовищем. Он вымыл на поверхность. Помогите, злопен. И океан вновь поглотил его. Так. Что-то всё красное. Нет, фонарь мне здесь не нужен. Ё! За мной что-то гонится. Опять похоже. Давай быстрее, быстрее. Чёрт. Куда? Туда? Бежим! Ё! Давай, давай. Беги быстрее. Я уже это вижу. Спасение. Спасение. Отдалённый зал. ул курс проходы как то есть это плюс км в темпу куча из заходящего солнца в берегам португалии видневшимся за спокойной гладью воды то это еще один сон но здесь в отмене красиво какая умиротворенная атмосфера кто-то открыл ту дверь кто это никого нет все тихо трудницы у меня не осталось что такое хранилище холодный туман окутал его стоило ему выйти нарушу погода в лондоне ужасная но этот ужас он вполне мог переносить м понятно у него так здесь не уже понадобится фонарь что то мы записали нет это другое записи воспоминание темнота хранилище какая то странная неестественная впервые согласен с паниэлем что здесь нечисто то есть вроде бы здесь светит но что то здесь не нечисто а трудница нет еще одной давайте начнем то что воспоминание пожалуйста отпустите я никому не скажу клянусь я просто хочу на нет прочь оставьте меня что за камень нет не что за камень а просто это что за хрень я слышу голос какой то девушки женщины давайте посмотрим нет это другое так воспоминание обломки после обвала перегораживают проход в хранилище найдите способ пробраться внутрь ну ладно найдем но камни почему то перекатывать нельзя неужели здесь ничего нет да туда как то не пробраться ну ладно не будем отчаиваться но эта дверь не поддается у меня есть ящик если кто то здесь есть даже учитывая ту женщину здесь многое может быть странным я готов сражаться блин а в моем фонаре уже скоро закончится масло я не знаю наверняка хм что у нас здесь такое молоток ну ладно трубница доски какие то рубанок стружки что то есть что то есть мастерили у меня такое ощущение еще трубница о сундучок 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 это отлично отлично масло трубница и настолько опи настолько опиума это что такое а точно это молоток так ну что здесь у нас такое клапан заржавел в закрытом положении ой точно три трубница у нас есть давайте зажжем здесь свет блин примар да как то здесь все странно а столько кирпичей кто то явно переиграл в амнезию трубница давай зажги у меня есть еще одна трубница александр я приготовил взрывчатку для расчистки стоков со смесью следует обращаться в высшей степени осторожно постарайся объяснить это своим безмозглым слугам прежде чем действовать сами по себе жидкости не взрывоопасны но их следует держать раздельного избежания инцидентов в соседней комнате находятся две большие бочки для ингредиентов тебе нужно просто смешать жидкости смешать жидкости это идея м там ничего нет так у нас есть же масло аж два масла поднимаем его давайте посмотрим что здесь есть так трудница у нас больше не осталось давайте побегаем здесь посмотрим что здесь еще осталось так здесь я еще не был вот что это такое детали от дрели может быть давайте посмотрим детали от сломанной ручной дрели может быть с помощью если мы соберем эту ручную дрель то мы сможем вот эти клапаны как то не знаю просверлить чтобы они работали нет так еще одна деталь от дрели но мне кажется что этих деталей недостаточно должна быть еще третья трудница и еще одна трудница но здесь и так как то тепло светло тепло светло что мне дальше делать а клапан заржавел в закрытом положении хм еще так но здесь как то ничего нет нет действительно столярное дело может копать будем понятно понятно но тем не менее нам сказали что детали можно скомбинировать может быть это последние детали хотя как то я не очень уверен столько кирпичей ладно давайте попробуем так у вас не хватает детали чтобы собрать дрель не на чем использовать нет сейчас подождите еще не закончу и это так не действует значит у нас не хватает детали чтобы собрать дрель но мне кажется что мы здесь уже все посмотрели и везде так что давайте поднимемся и во всяком случае поищем здесь мешочек мешочек так здесь у нас что нибудь есть если кажется уже был так здесь наш опал мы вот не были еще в этой двери вот зайдем сюда да здесь наверняка должно быть что то нужное по крайней мере трудница это уже нужная вещь о а вот и еще одна что я его вижу это это монстр может пока посидеть здесь так у меня уже тараканы в голове пошли откуда он вообще появился а так тем не менее давайте так так давайте смешаем нашу дрель дрель ручная дрель небольшая ручная дрель понятно кажется нам сюда да давайте используем дрель да фу ты черт для жидкости нужен сосуд давайте вот склянка у нас есть и что полупустая склянка значит надо еще вторая была там надеюсь не придет нет вон она надеюсь не придется второй раз собирать ручную дрель так таб так и снова нам нужно нужна эта склянка наливай туда еще я опять это слышу взрывчатка гриппы взрывчатка гриппы йоооо нам нужно выбираться я опять это слышу так только бы там не было этого так только бы там не было этого нет я не туда иду ну нужно в другое место туда туда ё-моё так теперь ну давай взрывчатку использовать блин желтый так когда она взорвется а Когда она взорвется, а? Прочная хирургическая игла. А масла в моем фонаре совсем не осталось. Неужели? Ну же, давай, взрывайся. Ну, нифига. Наверное, я что-то забыл. Семь трудниц? А я хожу в полной темноте, блин, как идиот. Ну и что? Там хоть что-нибудь случилось? Как ее взорвать, а? Не взрывайте взрывчатку, пока не отойдете на безопасное расстояние. Как мне ее взорвать, а? Может выйти вообще отсюда? Так, опять сейчас будет этот зал. Я же знаю. Тем не менее, как нам взорвать ту взрывчатку? Может что-нибудь есть здесь? Небольшая ручная дрель. Это средство укрепляет здоровье. Блин. А что у нас вообще? Легкая головная боль, мелкие порезы. Ну ладно, от мелких порезов лечиться не будем. Но все-таки... Как? Так, у меня есть семь трудниц. Туда я пожалуй... Что из-за отойти сюда? Что-то... Что-то все погасло. Хотя раньше горело. Хотя раньше горело. Кажется. Ну блин, эта взрывчатка хоть когда-нибудь взорвется. Надо... прийти в комнату... Светлую... Ну и что? Что мне теперь делать с этой взрывчаткой? Извини, конечно, ребята, за такую задержку, но... Я просто действительно не знаю, что с ней делать. Как ее взорвать? Это же... Это вообще... Ну вот она. Не взрывайте взрывчатку, пока не отойдете на безопасное расстояние. Блин, да на какое безопасное расстояние я должен отойти? Ладно. Хотя... Не поддается. Все еще не поддается. Ладно, ребята, пожалуй, с взрывчаткой мы пока забудемся. Давайте исследуем другие залы. Может быть, взрывчатка сама по себе взорвется. Хотя как можно детонировать взрывчатку, которая вообще жидкая, и она находится, извините, в банке? Ну ладно. Что мы имеем? Вот эта же дверь, она же вроде бы была от... Отперта. Ну, вернее, она была. Хм. Хм. Да однажды, в Колизее, в Ридженс Парке, лифт там отвозят на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. Едет он не вверх, а вниз. Хм. Понятно. Ну все, воспоминание закончилось. Что у нас здесь такое? Машинное отделение закрыто? Как закрыто. Нет. Нет. Оно не может быть закрыто. Воспоминание. Найдите ключ от машинного отделения. А, ключ найти. Ну понятно. А мы так без него не можем спуститься? Не работает. Ну, то есть, понятно. Буквально-таки в машинном отделении мы и должны все это запустить. Но пока у нас нет ключа, то мы ничего сделать не можем. А так как ключ у нас находится не, ну, кабинет, гостиная. Ну-ка, заглянем в гостиную. Словно на яблоке наблюдая за странными изменениями. О-о-о, черт. Черт. Тут Даниэля нехорошо. Такой черт он не понадобился. Тараканы в голове опять. А-а-а. Ладно. Тут у нас постелька. Разбитая бутылочка. Что это? Лом? Хм. Камешки. Трутница. Как не странно, у меня такое ощущение, как будто что-то здесь не ладно. Что здесь реально такое творится, что... Мне не по себе. Ну, ничего нет. Надо смотреть всё. Что-ка не переворачивать шкафы? Может, и поднимем бы что-нибудь полезное нашлось. Опять эти белые рубашки. Они везде. Так, это опять отдалённый зал. Здесь у нас всё сломано, ящики сломаны. Так, я не могу его открыть из-за ящика. Нифига себе! Такой силат, что я вытащил опять же тот же самый ящик. Так, здесь ничего нет. О, настойка опиума. Почему настойка, а не бутылка, а? Второе июля, 1839 год. Сегодня получил письмо из алжирского губернаторства о судьбе экспедиции Герберта. Через неделю после моего возвращения, Абдула, один из наших наёмных, пришёл из пустыни. На нём были тяжёлые раны, словно от когтей льва. И он бессвязно бормотал, что нечто ужасное напало на экспедицию. Французы немедленно отправили туда поисковый отряд. Через пару дней они обнаружили лагерь, но никаких следов Герберта или его людей там не было. Завтра я пойду в таможенное управление и заберу вещи, оставшиеся в лагере. Чертовщина какая-то. Что там могло случиться? Мда, всё страннее и страннее. О, масло. Что это за место? О, да ладно. Так, ну давайте хотя бы фонарь. Заперто? Да как же... Как мне тогда туда пройти? Ну, масло. Дан. Может сгодиться в качестве рычага. Хм. Может быть, как раз таким мы ломом её и откроем? Хм. Есть. Лёгкий. Лёгкий. Только бы он был на месте. Блин. Вам нужно найти место. У вас нет никаких средств самозащиты. Это что такое? Я что-то слышу. Ладно, давайте выключим фонарь. Ладно, давайте выключим фонарь. Я никого больше не слышу. Чёрт. Здесь, кажется, кто-то был. Я перерыл гору документов, что были у него с собой, и нашел отчет об экспедиции. Там были и сухие заметки, и красочные описания некоторых событий. Я пролистал отчет, пытаясь узнать, что произошло. 17 мая, в тот день, когда я был заперт в зале со сферой, Герберт написал, Даниэля вытащили примерно через час. Невозможно, ведь я начал задыхаться уже через пару минут. Как я мог продержаться там час? Я продолжил читать. Герберт обычно писал сухо и без эмоций, но вдруг в его записях стало чувствоваться отчаяние. Наемные, которых он отправлял на исследование гробницы, похоже, постепенно теряли рассудок. Арабы стали безумны, и Герберту пришлось пойти на крайние меры. В итоге он сам спустился в гробницу и вынес оттуда сферу. Не понимаю, как такое возможно. Если сфера у него, то что за осколки у меня в кабинете? Да, всё страннее и страннее. Как ни странно... Ладно. Надеюсь, что тот, кто здесь был, уже не здесь. Его здесь нету. Да, его здесь нету. И слава богу. Да куда он ушёл, меня интересует. Там ничего нету. Там тоже ничего нету. И опять здесь тараканы, мадагаскарские в голове. Так, здесь я уже всё обыскал. Мне кажется, что здесь больше ничего нету. Поэтому отправляемся опять обратно в отдалённый зал. Он тяжело дышал, пытаясь не сорваться на крик. Медицинский шкафчик был перевёрнут, или он на полном потянул руку через разбися с циклами двери, схватил все успокоительные, какие смог найти. Паранойка, что ли? Слушайте, а вот меня просто интересует случайно этот монстр во всяком случае не мог быть где-то здесь. Странное письмо напугало его, но оно было единственным, которое дало хоть какую-то надежду. Да. Слушайте, а я же здесь, кажется, уже был. Такое ощущение. Что статуэтка какая-то. Давайте её поставим обратно. Ну что ж, ребята, пожалуй, на этом я уже закончу свой четвёртый обзор по игре Амнезия, призрак прошлого. С вами был Дай21. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите видео, комментируйте, и всем пока.